14 семейных, творческих, шумных и ярких воскресений, так непохожих друг на друга. Каждая со своей изюминкой и тематической подборкой. Здесь были и мастер-классы, и познавательные программы, необычные локации и веселые представления. Пешеходный проспект Ленина сработал на ура. За три месяца бульвар выходного дня посетило более 80 тысяч человек. Каждую неделю организаторы получали обратную связь от горожан. Делали выводы, устраняли недочеты, если таковые случались. Понравились абаканцам и тему бульваров, и приглашенные артисты. Самыми массовыми по посещениям стали 25 июня, это оранжевое воскресенье, когда был День молодежи, это не менее 10 тысяч человек. 2 июля – театральный бульвар, не менее 8 тысяч человек. 23 июля – ванильное воскресенье, не менее 8 тысяч человек. 13 августа – цветочное воскресенье, не менее 7 тысяч человек. И 3 сентября – стильное воскресенье, не менее 8 тысяч человек. Фактором повышения посещаемости бульвара в эти дни стала культурная программа наличия хедлайнеров. Новую страницу истории бульвар выходного дня откроют уже в следующем году, в начале лета. Будет инноваторство. Так, например, в дизайнерском видении организаторы ориентируются на опыт наших соседей-красноярцев. Но неизменным останется главное – насыщенность программы, ее многоголосие и пестрота палитры. Каждое воскресенье горожан будет ждать новая яркая и запоминающаяся тематика. Не забывайте, то есть мы бульвар делаем в первую очередь для того, чтобы потом мы могли его эксплуатировать. Это должно быть удобно, комфортно как для горожан, так и для тех, кто этот бульвар организовывает. Предусмотрите какие-то, может быть, локации малых архитектурных форм по самому бульвару. У нас программа же предусматривает все, она же широкая, это общественная территория, там можно делать практически все, что нужно. Ксения Майер, Владислав Воронов, Новости. Ксения Майер, Владислав Воронов, Новости. Продолжение следует... Ксения Майер, Владислав Воронов, Новости. Продолжение следует...